Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг Абсолютное первенство, как и ожидалось, выиграла заслуженный мастер спорта Серпухова Ирина Луговая, пожавшая 200 кг с невероятной легкостью. После соревнований Ира поделилась своими впечатлениями о выступлении. Хорошо, ничего не болит, приятная такая гибкость во всем теле. Сейчас промежуточный старт и поэтому мы закончили жим на 200 кг. Но очень рады, что помост был легким, жалость легко, жилища не начала больше. У нас идет сейчас подготовка к финалу чемпионата России по пауэрлифтингу и мы абсолютно не подводились и даже вчера проводили тренировку в приседаниях в пятницу, а сегодня просто вот решили жим понедельника заменить соревнованиями. И причем еще с бонусами, я так и предполагаю, что награждение как-то еще порадует. То есть дорогу отобьете из Серпухова сюда? Ну да, по-любому. А может быть даже в Дашке на кроватку что-нибудь там наскребем, если в абсолютке что-то получится. Мам, давай мне сейчас в домик, а я бабочку. Крем, она как бы в домики ведет. А, как это она уже в домики, да? Да. Следом за Ирой со значительным отставанием, но в очень плотной борьбе между собой расположились Наталья Самарина и Мария Гулинова. Мы приехали просто пожать на то, что мы готовы. А тут уже такая сложилась борьба, как спортсменский характер, можно сказать. Это вновь не гибело. И сделалось то, что должно было сделать. Рассказ о соревнованиях среди мужчин начнем с выступления 11-кратного чемпиона мира легендарного Константина Павлова. Константин был одним из претендентов на абсолютку. Но так как он выступал первый среди соперников и не имел возможности следить за борьбой, то пришлось рисковать. Пожав начальный 185, Костя заказал свой личный рекорд 200 килограммов. И был очень близок к успеху, но, к сожалению, зафиксировать этот вес ему не удалось. Костя заказал свой личный рекорд 200 килограммов. Костя заказал свой личный рекорд 200 килограммов. Направленная задача была именно выиграть в своей категории, чтобы поехать на чемпионат России. Турнир довольно-таки серьезный, соперники очень сильные. Ну, если дай бог, если пятое место займу, это будет, конечно, хорошо. Хотя с моим весом очень сложно с результатом 185 по 5 попасть в абсолютное первенство, даже в пятерку. Наличие солидного призового фонда на нашем турнире вызвало небывалый наплыв топовых российских жимовиков. Ужесточение конкуренции привело к тому, что один из сильнейших московских спортсменов Николай Соколов стал лишь вторым, даже пожав свой лучший результат 220 килограммов. Однако проиграть такому сопернику, как Александр Громов, не зазорно. Ведь он является рекордсменом России и Европы именно в жиме лежа. На нашем турнире Саша пожал 240 килограммов, которые сделали его лидером абсолютного зачета. На помощь вызывается официальная группа Патрулья. Паспорт из здорового класса. Насколько лицей береги Патрулья, которые готовятся и Европы в море. Жим. Сняв жимовую майку, Александр с олимпийским спокойствием наблюдал за попыток... более тяжелых конкурентов, сместить его с первой строчки. И еще подкачка есть в четверг. Секретов нету, больше тренируйтесь, занимайтесь, и все будет хорошо. Даже находясь на сцене, мы почувствовали, как миллиметр за миллиметром оседает фундамент ПК-42. А это значит, разминочный зал заполнился спортсменами тяжелых и самыми категориями. Первыми после перерыва в борьбу включили спортсмены весовой категории до 90 кг. Явным фаворитом выглядел Павел Слейд. Его превосходство над соперниками было настолько велико, что Павел обеспечил себе победу уже в первом подходе, пожав 265 кг. Оп! Оп! Старк! Джим! И! Стой! Семка! Среди преследователей Павла Слейдя особо выделялся молодой перспективный спортсмен Денис Никитин, пожавший свой лучший результат 250 кг. Видит, 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 видит. Старк! Джим! Субтитры сделал DimaTorzok